Клюквенные ореховые пироги в кафе одного из лондонских кинотеатров продают за 2 фунта стерлингов. Но когда срок годности подходит к концу, их просто выбрасывают. Даже несмотря на то, что они всё ещё вполне свежие, и съесть их, наверное, хотели бы многие. Теперь же группа лондонских активистов решила сократить объёмы продуктов, которые отправляют на свалку. В районе Брикстон появился общественный холодильник. В него местные жители, включая предпринимателей, могут приносить готовую еду. Клюквенные пироги теперь здесь. «Один из наших сотрудников узнал о проекте и нам рассказал. Мы решили, что это прекрасная идея. В таких местах, как наши, выбрасывают много еды. Нам важно поддержать жителей Брикстона и пожертвовать еду людям». Чтобы установить холодильник, сначала проводили кампанию по сбору средств в соцсетях. Удалось получить более 2000 фунтов стерлингов, а также организовать команду волонтёров. «Мы видим, что в холодильник приносят много еды. Последние несколько недель он заполнен». Организаторы проекта также говорят, что холодильником пользуются не только самые малоимущие. Он популярен и среди людей, которым не хватает зарплаты, чтобы покупать готовую еду в течение дня. «Что касается спроса на еду, мы видим, что растёт число людей, которые обращаются в банки еды. А эти банки в настоящее время готовую еду не предоставляют». Объёмы пищевых отходов в мире продолжают расти. Рестораны только в Великобритании каждый год выбрасывают 900 тысяч тонн еды. При этом благосостояние британцев снижается из-за урезания льгот и падения курса фунта. То есть, с одной стороны, появляется ещё больше людей, которые нуждаются в продуктах питания. А с другой, всё больше продуктов питания отправляют на свалки. На 8 июня в стране назначены парламентские выборы. Дополнительные месяцы неопределённости сделают экономику ещё более шаткой. А это означает, что дверца этого холодильника будет открываться чаще.